Владимир Васильевич, ну четвертый спарринг за пять дней. Какие впечатления о сегодняшней игре? Какие плюсы и минусы? Жесткий график у нас на самом деле. Выбрали от хорошей жизни, от того, что надо очень большую группу игроков просматривать. И, безусловно, матч от матча наслоялась усталость, которая влияет на качество. Хотя у тех игроков, которые мы вызывали на просмотр, они должны быть в более комфортном физическом состоянии. Я сейчас не буду останавливаться на том, кто нам понравился или не понравился. Я могу сказать, что работы предстоит за эти две недели сделать очень много. И у нас пока еще не работает центральная ось, не создан генеральный штаб, как я называю. Поэтому приложим все силы, чтобы из того, что на времени нам осталось, взять тех игроков, которые нам нужны для выполнения задачи. В сегодняшнем матче были какие-то светлые пятна, моменты, которые вам понравились? Ну, в сегодняшнем матче торпеды, я не знаю, основным составом играл или нет, но чувствовал, что они более наиграны. Конечно, это видно. А у нас в стартовом составе было, по-моему, человек шесть, которые уже в каком-то матче участвовали. Четыре новых человека, которые не совсем понимают пока, что нужно делать. Я не хотел бы какую-то тень бросать на футболистов. Они все старались. Но другой вопрос, что смотрим нам необходимые качества, которые будут, в общем-то, присущи команде, которые предстоит создать. Поэтому, еще раз повторю, я пока не даю оценок для широкой публики. И это не тактично будет. Ну, кто-то нам понравится. Наверное, вот в сегодняшнем матче есть одна наметка, не хотел бы ее говорить вслух. Одна и тоже хорошо. Владимир Васильевич, первая неделя подходит к концу сбора, была очень насыщенной в плане игровой практики. Какие планы на вторую неделю подготовки? Значит, задача вот этого сбора была при, значит, минимуме тренировочных дней, значит, распознать, то, похоже, что и нужно нам по стилю. Это самое основное. И тех игроков, которые, как бы, мы уже на контракте, несколько есть, и тех, которых мы приглашали. Другого варианта понять, что за человек, чем, нежели вот в этом жестком режиме, было бы трудно. С первого числа у нас, в общем, будут полномерные сборы, где мы будем подтягивать функциональную подготовку и параллельно заниматься технико-тактическими действиями достаточно много. И, значит, дополнять свой состав каждый, там, при возможности, новым игрокам. Нам еще предстоит достаточно много сил затратить на комплектацию. Что касается возможных контрольных игр, то когда и с кем, если это известно? Предполагается контрольный матч на следующей неделе только один, это 6-го числа. Далее команда будет где-то на два дня распущена, чтобы, в общем-то, перед началом чемпионата хоть с родными побыли. И, значит, следующая неделя подготовки будет непосредственно к матчу с Подолей.